Ребята, всем привет! Хочу пожелать в первую очередь вам крепкого здоровья и умопопрочительного состояния, счастья, успеха, изобилия и разведания. И я сейчас вам кое-что покажу. Завораживаюсь. Сегодняшнюю тему я назвал «Сила веры». Не переключайтесь в 36-й день марафона и максимально зажигаем. Вперед! Прекрасно. Пока зарядкой занимался, мужчина с двумя псами, с двумя собаками. Такая порода непонятная. Маленькие ушки с тричком и такая пушистая-пушистая. Видно очень короткошерстная, чем-то похоже на лайк у рыжего цвета. Если попробуете замедлить, либо остановить на паузу съемку в этот момент, то увидите собачика. Ну, когда я, они прямо в камеру попали, когда я зарядкой занимался. Давайте по красоте. Да, вот так даже красивее. Вот меняешь и фокус меняется. Попробую приблить. В каких моментах счастья? Да, солнышко. Там, кстати, дома. Частный сектор. Прекрасно. Да. У меня сейчас возникла идея, как я могу помочь дочке, чтобы вылаживать все эти видео, потому что там, ну, разбежка такая уже нормальная. Пять дней здесь, наверное, семь-девять дней. Я думаю, за выходной справимся. Надо будет конкретно заняться этим. Вчера ночью лежали с супругой, и она мне говорит... Сказала такую фразу, которая заденет любого. Она произнесла, как незаметно проходит время. Даже вот не так она сказала, она сказала, что... Как быстро пролетело время, или как быстро летит время. Ну, смысл понятен, что с каждым днем... С каждым днем... С каждым днем... Приближаем себя к тому моменту, когда мы уже не будем так сильно физически активны. Да, мы хотим это максимально долго в себе удержать, какими-то способами продлить, вот. Но время все равно это наступит. И наша задача, как можно дальше его оттянуть. Как можно дальше его отсрочить. В то время, когда мы уже не сможем такими быть активными. И в идеале это когда ты активен до самых последних дней. Вот это вот суперидеал. То есть тебе там, с полу, сто лет. И ты чувствуешь себя, как будто ты вот только что родился. А вот этот момент... К этому нужно в каждом стремиться, я считаю. Вот. Ну что, давайте. Сила веры. Вот смотрите. Бывают такие ситуации у вас в жизни, когда цели достигаются, достигаются, достигаются. А потом вроде что-то происходит. И ты чувствуешь, какое-то время у тебя еще есть. Да, сроки уже поджимают. Ты это чувствуешь. И здесь происходит испытание твоей веры. Это относится как к своим личным целям, так как к бизнес-целям. Допустим, поставили план, да, а он не выполняется. То есть выполняется, но очень медленно. И уже срок поджимает, а у тебя только треть плана выполнена. И как можно за короткий срок закрыть сразу большую часть плана. Физический мозг воспринимает это как невозможное. То есть это сделать нельзя. Что-то должно такое сверхъестественное случиться, чтобы это произошло. А вот теперь давайте подумаем. Это фактическое представление, оно соответствует нашему желанию или нет? Очень важный вопрос. Соответствует ли нашему желанию вот это вот то, что фактически, если вот, ну, физически подумать, да, то выполнить план невозможно. Так как это короткий очень срок и очень огромная сумма. Соответствует ли. Или же, допустим, вы цели поставили вообще другие. И у вас вот приближаются, хотелось бы закрыть, хочется, хочется, хочется. А тут понимаешь, что тебе еще очень много работы предстоит. И ты чувствуешь, что по времени ты не вытягиваешь. То есть время-то оно знаково для всех. Но у тебя ты оцениваешь свой объем работы, который ты можешь сделать за этот период времени, там, да. А его гораздо больше. И ты чувствуешь, что ты не успеваешь. Так вот, это соответствует ли твоему желанию? Здесь очень важный момент. Нужно понять конкретно не то, что фактически ты бы представил. То есть фактически ты можешь подумать, сделаешь, ты не сделаешь. А конкретно представь, конкретно представь свое желание. Просто прочувствуй его. Именно то, что ты хочешь. Конечно же, ты хочешь, чтобы план выполнился. Конечно же. Ну так вот, представь вот это. Представь выполнение своего плана, своих целей. Представь то, что это уже случилось. Какие у тебя чувства. И не важно, сколько там осталось времени у тебя. Там 2 часа, 3 часа, там день, 2, 5. Вообще не важно. Как только ты представишь в это, ты обязательно должен поверить. Потому что если ты это представляешь, твой мозг начинает сразу сопротивляться. Думать, да это нереально. Это нереально, он тебе говорит. Он говорит тебе, нереально. А что реально? Уже ученые давно выяснили, что то, что ты чувствуешь, то, что ты чувствуешь, это и есть реальность. Реальность то, что ты чувствуешь. И все. Вот прочувствуй, прочувствуй, как это наполняет тебя. Как это переполняет тебя. А я вам сейчас покажу вот эти вот красивые бутончики, которые раскрылись. Давайте мы сейчас сделаем вот так. Вот это макросъемка. Очень красиво. Как будто вы это уже осуществили, сделали это. И как заморозь это чувство. И не важно. Отключите свой разум. Да, он не верит. Отключите его. Просто знайте, что это будет. Знайте, что это произойдет. Будьте в этом на сто процентов уверены. И это точно произойдет. Сто процентов. Как только ты в это поверишь и будешь знать, что другого пути нет, как сделать это. Как это пришло, потому что оно уже в твоем сердце. Ты уже это прочувствовал. И все. И это сто процентов придет. Я прощаюсь. Классное настроение на весь день. Пока.